Всем привет, с вами Грэгрий, как всегда на связи Айсадовска. В общем, сегодняшний видео я хочу посвятить этому из вулсов Якулановска, точнее Айсадовска, то есть посвятить этот выпуск второму, по счету, высшему учебному заведению в городе. И в сегодняшнем выпуске у нас Айсадовский государственный технический колледж или же политехникум. Колледж располагается по адресу дачная улица Дом 33, рядом располагается поликлиника, улица Ветеранов, также рядом другие места. А этот микро может похвастаться вот такой, можно сказать, пышкой, можно сказать, смотровая башня, можно сказать. Давайте все-таки перед началом полного детального отсмотра, откуда же отсмотрим, сначала смотровую лыжку. Кстати, ребят, в целях того, чтобы было меня слышно, я решу убавить звук хотя бы на 50%. Ну, не обращайте внимания, у меня просто вот Телеграм работает, так что не обращайте на это внимания. Ладно, поднимаемся вверх, вот, пока что, так сказать, первая минута уже записи. В общем, вот такая вот площадка, ну, причем-то, например, Астангинскую, то, что вот здесь вот такие вот, так сказать, полустеклянный пол, вот эта вот часть из бетона, вот остальное вот стекло. Ну, вот какие-то у нас вид, вид, вот такой вот, вид на микроъем, вид на дачную улицу, кстати, вот эта вот одиннадцатиэтажка, которая стала, можно сказать, стала популярной в Ресадовске. Почему? Потому что я добавил места для магазинов, что очень для меня стало удобным. Ну, раньше я, можно сказать, не особо одобрял этот момент, но потом я понял и решил, что это, можно сказать, самая, можно сказать, крутая штукинг, крутая фишка. Ну, что ж, смотровую вышку мы рассмотрели, теперь можно приступить к просмотру Айсетовского колледжа, так сказать, а-ля экскурсия будет. Для начала мы рассмотрим территорию снаружи, тут у нас баскетбольная площадка, футбольная, мы скажем, с беговой дорожкой, тут у нас два общежития для иногородных студентов, тут это типа кто-то из села, кто-то из другого региона или города, скажем так, само здание, тут такой вот, и также есть сад, то есть, кто вы знали, в Айсетовском ГТК есть сад, вот такой вот, вот обычный деревень, вот, так сказать, мини-бузик, вот, скажем, вот, красник, трава, ушинки, вот, цветочки, цветы, и даже вот такая вот новинка, так сказать, не то чтобы ноу-лау, как минимум, так сказать, типа сенсация, как сказать, ну, не знаю, как вы хотите сказать, в общем, вы будете отделены, но в Айсетовском колледже, в этом саду, в подальническом саду АГТК есть, вот, так сказать, вот, вот, сакуры, ну, я точнее просто взял, вот, посадил дуб, а потом листвор заменил на розовый бетон, круто и, ну, красиво, что можно сказать, ну, что ж, давайте начнем с основного корпуса, то есть самого колледжа, у нас встречает вывеска Айсетовский государственный технический колледж, тут у нас, таки вот, вот такой корректор, где студенты переодеваются, создаются, меняют смену обувь, наша столовая, вот, ну, чаще всего студенты, ну, обычно, ну, бывает, что не успевать столовую сбегать, поэтому чаще всего, ну, ну, готовится обратно, поёк, что ли, себе, то есть, ну, судочек, перекусить хотя бы на перемене, так, кабинет технологии, вот такой вот, вот, тут у нас полочки, где хранится, где хранится инвентарь. Дальше у нас идет коридор, и дальше вот, коридор у нас, гардероб, и дальше у нас еще один коридор, который, можно сказать, там был, там здесь и первый корпус, точнее, ну, не знаю, честно, как это называть, но, наверное, корпус или что-то подобное, отдел, короче говоря, вот, у нас первый отдел здесь, вот, там здесь вход главный, дальше здесь второй ряд, здесь отдел, третий отдел, в общем, вот, между переходами по второй и третьей ряды, то есть, отделы, тут у нас скамейки, мусорный бак, и дальше такая вот декоративная вставка, тыс книжными полками и лампами. Тут еще один, можно сказать, коридор, тут у нас туалет, одинаковый, если что. Кстати, да, для того, чтобы создать унитаз, я просто беру кваксовую ступеньку, чем-то похожий на туалет, на унитаз. Правда? Правда? В женском туалете все то же самое. Я же зайдем именно во второй отдел, поскольку в третьем, от интенсивии, можно сказать, все похоже. Вот так вот, простой, еще один коридор, уже внутри отдела, тут у нас выходите на общежитие, здесь немного на баскетбольную площадку и на сад. Сейчас книжные полки, поднимается на второй этаж, тут у нас. На каждом этаже, кстати, давайте поднимемся на третий хотя бы. А целый бас отсыкнуться я не хочу, поскольку будет ночью, так сказать, много хранометража уйдет. Боже, на каждом этаже скамейки, ну, точнее, сидушки, книжные полки, ну, это типа аппарат, продукт сидвый. Вот так вот выглядит каждый кабинет, вот такой вот. Тут у нас зеленая доска, я применил зеленые флаги. Ну, строить стену нельзя, вот тут поэтому я решил применить хотя бы в зеленый флаги. Тут у нас преподаватель сидит, тут студенты, такое. Кстати, да, вот особая фишка, ребят, вот, на третьем этаже между двумя кабинетами есть вот такой переход. У вас мы его потом, потом вот заценим, это придется. Так, вот такой переход, тут у нас в переход, а другой кабинет здесь, на другой кабинет уже из третьего отдела. Ну, так сказать, такой общий холл, ребят, правда, я пока ничего не добавил, просто, так сказать, забил на это пол, ребят, так что извините, приношу свои искренние дни, поэтому исправим это недоразумение, блин. Ну, типа вы сбилдок, да? Так. Можем вот так. На втором и четвертом этажах, на втором и четвертом этажах, ну, то есть, такого перехода, как такого, там просто стоят в решетке. Вот здесь. В общем, с колледжем мы разобрались, теперь пройдемся по, вот сказать, близлежащей территории. В общем, сад я вам показал, спортивную площадку тоже. А, да, вот, забыл показать, там тоже, забыл показать, там вот есть кабинет на втором этаже, правда, вот, такие вот кабинеты, у нас медицинский, тут у нас медпункт, еще один кабинет, тут у нас такие вот кабинеты, правда, подписан, там было, химия, биология, ну, наверное, можно сказать, химия, библиотека, такая вот, еще кабинет, физика. Актовый зал с небольшим холл, коридором, перед входом, такой вот актовый зал, кабинет директора, ну, этого колледжа, и все. Ну, что ж, наконец-то мы сможем пройтись по общежитиям. Вот, ну, всего два общежития, то есть, первый здесь, другой тут. Они оба одинаковые, так что остановимся на втором общежитии, это общежитие номер два, АГТК, то есть АСАТовский государственный технический колледж. Зачем, как это, ближе. Тут у нас Аханик сидит, который пропускает студентов по пропускам, мы все пока консьерж. Так выглядит, каждая комната от у нас. Тупа, две кровати, сундук пошли, верстак, и все. Тут у нас то же самое, продолжил с видом на зад. Туалет, такой вот. Так, тут у нас общая ванна, то есть, ну, общая ванная. Ну, согласитесь, ребят, студент, и на гражданском студенте можно же как-то мысли, правильно? Ну, поэтому я оборудовал здесь общую ванну. И тут тоже, тут у нас коридор, автодом пустой. И тут тоже, надо сказать, не знаю, то ли комната, то ли кабинет. Ну, точнее, ну, пустая комната будет. Тут у нас такое панорамное окно, тут у нас вид на дачную улицу, дачную улицу. Повторюсь, эти два общей сети одинаковые, поэтому особо зацикливаться не намерен. Тут у нас рядом пока что был пустая, точнее, пустая площадка, пока я ничего не начал пока строить. Рядом пока располагаются три живых здания, детская площадка и рядом находится граблная улица, что пересекается с дачной. Ну что ж, на этом пока всё. Понравился ролик или нет, решать вам своя была Григоя и город Александровск. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, заходите в группу ВКонтакте, в чат, в Телеграме и на серию Дискорд. Ссылки на всё про всё находятся в описании под видео. Ну что, с вами был Григорь, я являюсь основателем и платитом города Александровска. Всех благодарю за просмотр и всем пока.